Я гомеопат. До апреля месяца жила в Канаде, и в апреле мы переехали в Италию. В гомеопатии занимаюсь с 2006 года, когда окончила колледж. Это четырехлетняя программа, и здесь планирую продолжать заниматься тем, чем и занималась в Канаде. У меня был интересный случай, интересный тем, что я на самом деле ни разу лично с этой пациенткой не поговорила. Она находилась в госпитале, в больнице, и у нее был подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Она плохо себя чувствовала, и со мной общалась с ее соседкой по палате. И я думаю, что, наверное, в том числе и благодаря соседке по палате мне удалось помочь женщине. И, в общем-то, она в тот момент находилась на четырех разных препаратах. Можно найти? Там есть слайд. Сейчас, секундочку. Где они перечислены? Это рибаварин, диазарин, антибиотик внутримышечно и кайдроксифлоркинин. Уже в процессе лечения я стала задаваться вопросом, что я лечу. Я лечу коронавирусную инфекцию или же побочные эффекты тех препаратов, которые она принимает. Мне показалось интересным, и я хотела бы озвучить здесь побочные эффекты рибаварина. Чувство усталости. Сейчас, секундочку, мне надо уменьшить. Головная боль, тошнота, лихорадка, мышечные боли и раздражительное настроение. Серьезные побочные эффекты включают разрушение эритроцитов, проблемы с печенью и аллергические реакции. Мне кажется интересным вот этот момент. Серьезные побочные эффекты включают разрушение эритроцитов, так как мы знаем, что, как говорят, что коронавирус затрагивает кровотворную систему, идет разрушение эритроцитов. Механизмы действия этого препарата – это гуаназиновый рибромаклеиновый аналог, используемый для остановки синтеза вирусной РНК и захвата вирусной МРНК. Таким образом, он является ингибитором нуклеозидов. Можно следующий слайд? Геозолин. Его применение здесь понятно. Он блокатор гистаминовых ВНР, оказывает противоаллергическое, противооксидативное и слабоседативное действие. Побочные эффекты – сухость во рту, диспептические явления, следствие раздражения слизистой желудки, головокружение, отфористезии, повышенная отравляемость, реморцандривность. И хайдроксин, хлорокин – побочные эффекты. Рвота, тошнота, мышечные спазмы, расстройство желудка, головная боль, изменение зрения и мышечная слабость. Тяжелые побочные эффекты могут включать аллергические реакции, проблемы с зрением и проблемы с сердцем. И вот сам случай. Женщина 37 лет, подтвержденная коронавирусная инфекция, лечение антибиотик внутренней мышечной, рибавирин, диазолин, хайдрокс, хлорокин. Начало гомеопатического лечения – 1 мая 2020 года. И диагностирована двухсторонняя пневмония. Как я сказала, я тут на английском и не перевела. Моя ошибка. Я могу переводить сейчас. То есть мне пришлось разговаривать, мне пришлось разговаривать с пациентом, и я получала всю информацию через ее соседку. Основные жалобы – затруднения дыхания. Она чувствовала, как будто не хватает воздуха, и улучшение было на открытом воздухе или при открытом окне. То, что ее больше всего беспокоило на момент взятия случая – это чувство слабости и расстройство желудка. стул был водянистый, он не разъедал и не было никаких болевых ощущений. У нее появился геморрой, как она сказала, в результате расстройства желудка, который опять же вызывал дискомфорт, но она боли не чувствовала. Слабость она описывала, как будто у нее не хватает сил. Температура была на тот момент нормальная – 36,6, и до этого была ниже нормы – 35,8. Никаких выделений из носа, никакого отделения слизи, никакого кашля. Дыхание затруднено, но оно не учащенное. И до этого она говорит, что у нее были симптомы рвота и расстройства желудка целый день, и рвала она желчи. Очень сильно реагировала на любые запахи. Она мерзла и хотела укрываться. Было небольшое потение голова, спина и шея. Язык чистый, и интересный тоже симптом. Она постоянно чувствовала голод, и хотелось ей каких-нибудь плюшек, булочек и мяса. Когда мне прислали фотографию, я могла увидеть, что она полная и белокожая. Репертуризация показала, что взломика хорошо покрывает симптоматику, и была назначена каждые 4 часа. Она приняла ее 3 раза. На следующее утро стул нормализовался. Она отметила общее улучшение состояния, и дальше мы наблюдали. Единственное, что у нее оставалось, это общее чувство раздражительности, недовольства, бурчания, но это по словам соседки, и постоянное чувство голода. И голод она плохо переносила. Я назначила калькарию карбонику без каких-либо изменений. Дальше, через какое-то время, мне ее соседка написала, что у нее одна щека красная, другая бледная. Опять же, информации достаточно не было. Я прописала хамамилу, ромашку, на что я получила репорт, что она успокоилась, уснула, похвалила еду, которую дали, и даже шутила и смеялась. Настроение улучшилось, немного появилась энергия. Но на следующий день после этого утром я получала сообщение, что она теряла сознание несколько раз, сейчас лежит бледная, с синими губами, у нее капельки пота на лбу, нет сил, дыхание тяжелое, подняться не может, ходить не может. Еще через какое-то время написали, что она вырвала, и вырвала пенистой слизью. Симптомы указывали на вератрум-албум, я прописала вератрум-албум, и сразу же, буквально в течение нескольких часов, наступило улучшение общее. Да, и рвота, и такое состояние появилось после того, как она приняла все назначенные аллопатические препараты. Наступило улучшение в течение следующих двух дней. В вератрум-албум мы повторяли 2-3 раза в день, и 7-го числа ее выписали из больницы с отрицательным тестом на коронавирус. И, насколько я знаю, единственное, что оставалось, еще чувство слабости. Насколько я знаю, сейчас она в стабильном состоянии, и жалоб нет. Субтитры создавал DimaTorzok